Ну вот, добро пожаловать в СССР. У меня тут в комнате некое виртуальное социалистическое государство. Сколько вас тайна? Со счёта вы забьётесь. Вы разделяете убеждения, что это был некий золотой век? У каждой семьи был свой стульчак, который тут же висел на стене в туалете. Я с детства стала замечать, что почему-то мои одноклассники, которые дети бизнесменов, живут лучше. Почему в СССР не было доставщиков пиццы? Потому что в СССР не догадались эксплуатировать человека. И все были уверены в завтрашний день. Как вообще получилось, что ты, не видев Советского Союза, формируешь этот культ, что ли, СССР? Тоска по Советскому Союзу. Откуда она берётся? Привет, друзья! Недавно в Ютубе я наткнулся на одну старую трансляцию советского телевидения. Там есть такие прикольные каналы. Декабрь 1978-го. Генсек Леонид Ильич Брежнев по случаю Нового года вручает правительственные награды. Генсеку здесь 72. В общем, не критический возраст, но Брежнев уже тяжело болен, плохо говорит, читает по бумажке даже простые слова приветствия. Уважаемые товарищи, мы встречаемся с вами в канун Нового года. Справедливости ради, дальше Леонид Ильич даже шутит. Механический завод. Но в целом ощущение дряхлости и от лидера, и от невероятно приторвных, фальшивых, ответных словословий, награждаемых. Кстати, один из них будущий автор «Перестройки» Михаил Горбачёв, который потом говорил, что находясь внутри системы, он лучше других видел её вырождение. Однако вот как комментируют это видео в Ютубе в 2021 году. Брежнев такой простой и душевный. При добром человеке все были добрыми. И люди, и фильмы, и новости. Спасибо тебе, дедушка Лёня, за моё счастливое детство. И это не единичные примеры. Десятки пабликов прославляют всё советское. Еду, игры, моду. Советские пропагандистские песни, советские фильмы объявляются чуть ли не правдой о потерянном рае. При этом среди тех, кто плачет по стране, которой нет, те, кто никогда в этой стране не жил, потому что родился сильно потом. Мой коллега Павел Лобков решил разыскать зумеров, влюблённых в СССР, чтобы понять, почему люди, у которых есть интернет, право худо-бедно-свободно говорить, выглядеть как угодно, ездить по всему миру, но с поправкой на ковид. Почему эти люди хотят туда, где ничего этого не было? Вот Данила, классический представитель молодых людей, которые тоскуют по Советскому Союзу. И он живёт в образцовом советском районе Чертаново, который был построен для лучших советских людей на самом пике советского могущества. Правильно я понимаю? Вот так должны были жить настоящие советские люди. Ну, на самом деле я живу в Чертаново-Центральном. Это более такой простой район в сравнении с Северным. Они мне очень в целом нравятся. И для моих скромных потребностей здесь есть всё необходимое. Как вообще получилось, что ты, не видев Советского Союза и родившись намного позже того, как он вообще распался 30 лет назад, ты теперь формируешь этот культ, что ли, СССР, да? Ну, я бы не сказал, что это культ, потому что я во многом могу относиться к СССР критически. И тем не менее, несмотря на все какие-то огрехи, ошибки, я всё равно считаю, что там было лучше, чем в текущей нынешней России. А чем? Ну, как сказать. Вообще, я пришёл к этому, исходя из своих идеологических убеждений, принципиальных, марксистско-ленинских. Плюс я действительно общаюсь с родственниками. Они, ну да, родственники дают противоречивые сведения. Но тем не менее, если смотреть как-то объективно и научно, я могу себе этот вывод подтвердить. Раньше, честно говоря, когда я ходил на всякие коммунистические митинги в 90-е годы снимать, там были в основном такие, знаете, старушки. И в основном, судя по всему, они были из какой-то административной части. То есть они какие-то бывшие, не знаю, там в ЦК, кто они там были, библиотекарши, подавальщи, я не знаю кто. В общем, казалось, что это отмирающая совершенно вещь. А сейчас куча всякого здорового молодняка. Сейчас на самом деле очень много молодёжи. И в том числе и после болотки, мне кажется, на самом деле многие стали интересоваться левыми взглядами. В семье у меня родители, они придерживались такой советской идеологии немножечко. Хотя я не могу сказать, что прям как-то мне внедряли эти идеи. Но в любом случае у меня родители, они из сферы образования, науки. Соответственно, я с детства стала замечать, что почему-то мои одноклассники, которые дети бизнесменов, живут лучше. Как же так? У меня отец занимается наукой, делает открытия. А зарплату выдают там Роллтону. Был такой момент. И естественно, вот это всё как-то росло-росло. То есть травма 90-х, можно сказать, да? Отчасти я думаю, что 90-х, 2000-х это повлияло. Моду на ностальгию по Советскому Союзу задал, как ни странно, президент Путин. Не знаю, помнят ли об этом современные изумеры, но в 2000 году вместо гимна «Без слов на музыку Глинки» «Славься» был утверждён другой гимн. По сути дела, старый гимн Александрова и Лебедева-Кумача с чуть-чуть переписанными словами. Переписанным тем же Сергеем Михалковым. И уже где-то к середине 2000 года любить Советский Союз перестало быть неприличным. По всей стране, в особенности в Москве и в Питере, появляются вот такие кафе, где эклиптичным образом смешаны разные приметы советского быта. На самом деле номенклатура товаров в Советском Союзе была не очень большой. Поэтому вот такие часы, например, я помню, тоже в какой-то из квартир моего деда, по-моему, были. А что я ещё узнаю? Банки. Банки – это обязательно. В банки закатывали продукты на зиму. Я не знаю ни одной семьи старой, где бы в Серванте вот такая лошадь не существовала бы, и таких лошадей обычно дарили на свадьбу. Ну вот, добро пожаловать в СССР. Я хочу сам, честно говоря, не люблю заведения, которые себя позиционируют как советские. А ты вот здесь был когда-нибудь? Нет. Да, пойдём посмотрим. Так, салат витаминный, селёдка под шубой. Это считается, что это меню Советского Союза. Интерьерчик специфический. Давайте нам два чебурека с говядиной и два пива жигули, наверное. А теперь давай посмотрим, что такое 645 рублей нынешнее в советском исполнении. Я имею в виду просто цены. Я уже много раз рассказывал вам про Яндекс.Практикум – сервис онлайн-образования, где каждый может освоить цифровую профессию и трудоустроиться. По данным Высшей школы экономики, более 70% выпускников практикума действительно находят работу по новой специальности. Но как? Ведь приобрести знания – это одно, а выйти на рынок труда и получить заветный оффер – это совсем другое. Секрет Яндекс.Практикума в карьерном центре, который и помогает студентам находить новую работу и в столице, и в регионах. Вопрос остаётся прежним – как? Во-первых, с помощью профессиональной команды 35 специалистов помогают тысячам построить собственную карьеру. Во-вторых, с помощью отложенной программы, которая является полноценной частью курса. Во время учёбы студенты практикума погружаются в профессию с ног до головы, работают с реальными экспертами, готовят проекты для крепкого резюме и учатся презентовать себя, чтобы как можно скорее приступить к поиску вакансий. Если Вы думаете, что работу принесут на блюдечке, Вы, конечно, ошибаетесь. Это сложный путь, который, тем не менее, каждому по силам пройти, особенно если есть поддержка, и ребята из карьерного центра её оказывают. Они всегда рядом и готовы помочь, в том числе в формате индивидуальных консультаций. Плюс у Яндекс.Практикума есть компании-партнёры, которые заинтересованы в выпускниках, и крутое комьюнити студентов, где они делятся опытом и договариваются о совместных проектах. В описании я оставлю ссылку на реальную историю трудоустройства студентов. Если тоже хотите найти работу мечты, то обязательно посмотрите. Максим Кац решил проверить миф. На самом деле в Советском Союзе было всё так дёшево. Мы сравнивали цены в СССР с ценами в сегодняшней России, но это довольно интересно в сравнении с сегодняшним днём. Значит, та самая докторская колбаса. Вот, 2,30. Докторская колбаса 2,30. При счёте на текущие российские цены 572 рубля стоит эта докторская колбаса в сегодняшних российских ценах. При том, что мы знаем, что уже с 80-х годов это не был телячий фарш, а там было мясо, было, но там ещё добавлялся казеин, молочный белок, добавлялся яичный порошок, загустители, химическая промышленность работала отлично. Мы сравниваем, в принципе, с такой же докторской. В общем-то, на тех же комбинатах производимых сегодняшний день 440 сейчас. То есть, тогда в пересчёте на сегодняшние цены 572, а сегодня 440 рублей. Сливочное масло стоило 3,50. 3,50. До сих пор, пьян. Это в пересчёте на текущие цены 870 рублей. Самые дешёвые, да, яйца. Значит, в Советском Союзе рубит 0,5 десяток яиц. 261 рубль на пересчёте на сегодняшние деньги. 80 рублей сейчас десяток яиц в перекрёстке. 0,25 сметаны – 423 рубля на сегодняшние деньги. В перекрёстке 90. Водка 3,62. Извините. 3,62, так и напит. Водка столичная, ещё московская, 2,87. Столичная – 900 рублей на сегодняшние деньги. А почему ещё чебурец в Советском Союзе был популярен? Потому что в фарш можно положить много лука и мало мяса. Из-за в столовой мог унести себя домой много-много мяса. Но, честно говоря, мне советская еда, честно, не нравится. А тебе ничего? Нормально? Ну, понимаете, современный российский подросток ест и не такую гадость. Большинство моих сверстников питается в KFC или в Макдональдсе. Ну да. И там всё то же самое. Всё настолько же вредное. И курица тоже мало похожа на курицу. Но зато доступный ценовой сегмент. Знаете, сколько сейчас стипендия в лучшем узе страны? Базовая. Сколько? Тысяча семьсот пятьдесят девять рублей. Это два раза? Да, это пола года. Два раза, два путешествия в АССР? При том, что да, я учусь без строя. Я думаю, что современные любители Советского Союза даже не представляют себе, что это за место. Это кузнечный рынок. Самый дорогой в Ленинграде. Я вот жил недалеко, на загородном проспекте. И мы иногда на этот рынок заходили просто как в музей. Потому что сюда приходили в основном иностранные дипломаты. Всякие звезды Мариинского театра. Воскопоставленные военные. Почему? Мы любили сюда ходить иногда. Потому что Ленинград был ужасно серый. Серые дома, плохое освещение, снег. Зима были холоднее. Дворы, колодцы серые. Свет никуда не проникал. И зима еще рано наступает. Ночь. В общем, беспросветность абсолютная. А здесь всегда было цветное изображение. Тогда телевизоры-то еще у всех были черные-белые. А сюда приходишь, и здесь цветное изображение. Представьте, что такое из серой зимы попасть сюда. А здесь картинка. Вырви глаз. Жизнерадостные продавцы с золотыми зубами торгуются. Совсем другой мир. То есть для нас здесь это был музей. Это был как продуктовый Эрмитаж. И здесь товары были примерно так же доступны, как и картины в Эрмитаже. А вот это унижение за еду. Я вот помню, как нужно было дружить с мясниками. Хорошо жили урологи. А когда ты не производишь ничего, ты производишь какие-то научные статьи и что-то в этом роде, ты понимаешь, что они никому нахрен не нужны, потому что нужно быть либо урологом, либо мясником. Была ощущение такой беспомощности? Правильно. Когда я стал работать, а я работала в издательстве, научном издательстве, которое тоже левачило и издавало сказки. Ну, под видом, что они научные. Это издательство наука. Хорошее издательство. У нас была своя валюта. У нас были книжечки, какие-нибудь африканские сказки. Так вот, это была валюта. И это мы ходили менять на то же самое мясо. То есть мы были своего рода мелкими урологами. Потом, например, ну, я не знаю, мне нужно было сделать глазную операцию. О, берешь десятки книг в издательстве и трюк-трюк туда, и, значит, вручаешь. Это год смерти Брежнева как раз. Я пошла на работу, вот, журналистом, и почувствовала на себе всю вот эту эксплуататорскую радость, потому что, ну, я... В чем ты заключалась? Можешь какие-то примеры привести? Конечно, конечно. Но, во-первых, я работала в таких местах, про которые вообще на самом деле мне стыдно говорить. Ну, расскажи чуть-чуть. Это канал Life. Это Rush Today. В общем, такие замечательные места. И, соответственно, моя первая работа, например, я пришла на Life. И вот, пожалуйста, по 48 часов мы сидим, работаем, получаем оклад очень маленький. Если ты хочешь уйти домой, тебя могут уволить. Я на днях видел твит девочки одной, молодой, лет 20, и левых взглядов. И она такая... Почему, пишет она, в СССР не было доставщиков пиццы? Говорит, потому что в СССР не догадались эксплуатировать человека в ночное время. Почему не было ночных доставщиков пиццы? Вот в её голове ночных доставщиков пиццы в СССР не было, потому что государство было таким справедливым, что оно не эксплуатировало людей на ночную работу. Представляешь, как надо... как надо было сдвинуться? Нет, я понимаю, но когда ещё при этом человек не знает о том, что на заводах перед датами, перед сдачей проекта они были в три смены, и люди ходили на работу ночью? Речь идёт о государстве, которое построено просто всё на рабском труде. На рабском труде в ГУЛАГах, на рабском труде на том, что ты людей просто загнал на стройку, они бесплатно целый день, пока не умрут там, строят. Насколько люди не понимают, что тогда творилось? Тоска по Советскому Союзу, откуда она берётся? И тоскуете ли вы по Советскому Союзу? Я тоскую с самого начала, я потому и стал коммунистом убеждён, потому что, когда я был маленький, молодой, когда разрушили мою родину... Но вам было 12 лет? Ну, 13 уже было лет, когда вот эти все события августовские случились, и всё, что у меня было, это счастливая жизнь в Советском Союзе, где... Правда счастливая? Ну, конечно. Слушайте, понимаете, счастье же не зависит от количества денег в кармане и возможности ездить по всем странам. Оно зависит от атмосферы в обществе, в семье и так далее. Для меня самое страшное, было постоянно ощущение страха и безличное наклонение. Так надо, так положено, здесь так не делают. Вот это постоянно, когда тебя всё время бьют по рукам, и ты не понимаешь правил. Это игра без правил, вечная игра без правил. У меня страхов не было совсем. У меня было омерзение и желание обойти эту, так сказать, кучу вот по кругу. И я развила себе какие-то, понимаете, актёрские, хлистаковские умения. Я понимала, как надо иногда, ощущала, как надо иногда разговаривать с совком, с совковым чиновником. Тётка в сберкассе, это совок. Понимаете? И она маленький хозяин маленького положения, гардеробщик, так называемый эффект гардеробщика. С гардеробщиком вы ничего не сделаете, потому что он вам бритвой надрежет пальто, если вы его обхамите или не дадите ему на чай. Понимаете? Это особый вид. Но в других местах, там, где у тебя нет прямого контакта, там можно было с этим народом как-то обойтись. Притом его было жалко, этот народ. Ты понимаешь, отчего же он вот так звереет? Он же тоже, у него же вообще выходов нет. Штаб. Это штаб квартиры. Штаб коммунистической партии. Коммунисты России, не путать с КПРФ. Ну давайте, что у вас тут? Так, это Дзержинский в иконостасе, Сталин. Да, Ленин. Это два вождя после Дождя. Сталин с Морошиловым. Да-да-да. И тут тоже Иосиф Виссарионович. Да, да. Тут у него вот... У нас вот такой Иосиф Виссарионович. Я смотрю, что вы тоже, как Иосиф Виссарионович, да? Да, тоже на день рождения подарили. Сколько у вас этих... Сколько у вас Сталинах вы считали? Еще не считал. Очень много. Я думаю, со счета вы забьетесь. Пойдемте, я сейчас мой кабинет вам покажу. Это вы все антикварные магазины, наверное, обижали, да? Авито, авито. А вот здесь у нас Ленин в полный рост. Вот. Почему? С какого-то провинциального города, наверное, да? Да. Такие обычно ставили. Да, это у меня товарищи. В райцентрах. Ну что, пошли посмотрим, как жилище советского человека выглядит изнутри. Это кто? Это Мао Цзэ Душ? Да, это молодой Мао. Он привезен прямо вот из Китая. Это ты ездил? Нет, это мне подарили. Ага. Слава чему? Ну, понимаете, у меня тут как бы в комнате некое виртуальное социалистическое государство со своей историей. Я на досуге ее пишу. И это местная компартия. То есть, да, это, между прочим, тот же проект дома, в котором мы сейчас находимся. 2.49 Д. Ну, одна из его секций. Обычно их там в три строили. Это одна из его секций. Тут плакатики, гастроном на первом этаже, транспарант, естественно. Ну, вот мой Советский Союз, это здесь, в общем, моя родина, это Тарховка под Питером. В общем, черта города. Но дома барачного типа. Вот тот дом, он ушел под застройку в Дотской, 27. А вот такие дома были соседские. Мы их можем показать. Они двухэтажные, даже трехэтажные. Но это ничего ровным счетом не значит. Из удобств там было только электричество. Не было газа, не было водопровода и, главное, не было туалета. То есть, фактически, мы жили на втором этаже. Там была такая пристройка, обваливающийся такой был, как бы, колодец. Ты заходил с лестящей площадки, там была доска, закрывал дверь, в доске была огромная дырка. И нужно было там садиться орлом. И, честно говоря, в детстве я все время боялся, что у меня провалится туда задница, да может и весь я. Поэтому лет до пяти вообще ходил дома только на горшок, который потом выносили в выгребную яму. Она была прямо в дворе. Это все воняло безумно, потому что она не закрывалась ничем. Вонь была фантастическая. К тому же у многих соседей были кролики. Это добавляло. И вот представьте себе, вы приходите с работы, растапливаете печку, идете за водой на колонку, пытаетесь что-то приготовить на дровяной плите. А если вы стираете белье, то это катастрофа, потому что стиральной машины не было, естественно. И стирали белье в какой-то ванне, а потом шли полоскать на колонку в ледяной воде. Ну и, судя по всему, туалетов нет здесь до сих пор. Прошло 53 года. Ты здесь живешь с родителями, да? Да, всю жизнь. А ты не хотел как-то вот это... Сейчас рядом с вами строятся эти человейники, ну, снять какую-то одному, какую-то маленькую студию? Ну, периодически подумываю, но как раз к вопросу, почему мы ностальгируем по СССР. Семьи получали квартиры. Сейчас ты попадаешь в ипотеку. Это такое... Ипотека – это вообще понятие из Древнего Рима. Рабовладельческого строя. И современная ипотека – ну, тоже своего рода финансовое рабство, когда человек постоянно в долгу перед банком и в любой момент может лишиться... А когда на работе нужно было пресмыкаться годами, тебя могли выкинуть из очереди на квартиру, могли не выкинуть. И это зависело от твоей лояльности, в частности, и всего остального. Ну, безусловно, да. Какие-то тоталитарные, или, скажем, недемократические порядки, они, естественно, я не буду их оправдывать. Они были, и я даже спорить с этим не буду. Но сама концепция социалистического существования, экономики, она лучше, потому что у человека гарантировано право на жильё. В прошлый раз мы с вами побывали на фабрике, где производят кофе Жардин. Теперь самое время научиться его правильно заваривать и, конечно, продегустировать, в чём мне поможет кофетестер Денис. Привет, Денис. Чем мы сегодня займёмся? Смотри, для начала я хочу узнать, какую обжарку ты предпочитаешь? Тёмную или светлую? Ну, поскольку я вообще небольшой спец, выберу ту, что светлую. Отличный выбор. Это Жардин Эфиопия Фарье. Это стопроцентный моносорт арабики. Сегодня мы попробуем его заварить тремя разными способами. А в конце ты попробуешь три из них закрытую и попытаешься догадаться, каким способом был заварен кофе. То есть ты хочешь сказать, что из одной и той же пачки кофе будет иметь совершенно разный вкус? Именно так. Для начала нам нужен молотый кофе. Есть очень простое правило для заваривания. Чем дольше кофе находится в контакте с водой, тем крупнее должен быть помол. Поэтому мы возьмём помол чуть покрепче. Дальше мы берём горячую, самое главное, не кипящую воду и заливаем кофе. Мы ждём пять минут, а пока можно оценить аромат. Косточку чувствую. При способе заваривания в чашке вкус получается очень лёгким, сбалансированным, мягким. Следующий способ будет турка. Для турки нам нужен очень тонкий помол. Турка — это вообще уникальный способ приготовления, потому что он позволяет нам сделать очень насыщенный, густой, такой тягучий вкус. И благодаря ещё специальной авторской обжарке жардинов и пейфория, это позволяет ещё больше раскрыть вкусовые особенности. Очень важно перемешивать именно только в начале. Под пенкой кроется очень насыщенный, интенсивный аромат, который мы хотим оставить и положить к нам в чашку. Турка готова. Осталась третья чашка. И это будет? Это будет эспрессо-машина. Очень яркий, красивый, интенсивный напиток. Очень хорошо чувствуются ароматы фруктов, персиков. Чтобы сделать кофе чуть мягче, добавить горячей воды и довести до нужного вкуса. Я попрошу вас отвернуться, а пока помешаю чашке между собой. Теперь нужно попробовать каждую чашку и предположить, где какой способ. Как в римской кофейне. Предположу, что это эспрессо. Да, да, всё правильно. Мне ещё подсказала пенка. Пенка, крема, да, вкусно. Давай следующий способ. Следующий. Очень какой-то ореховый такой вкус. Кстати, совсем действительно не похожий на этот. Наверное, это в чашке. Да, вы правы. Опять правы. Здесь такая уже более деликатная кислинка. Я правда не знал. И остался у нас соответственно кофе из турки. Я действительно не ожидал, что вкус кофе настолько зависит от способа заваривания. Главное, чтобы кофе был качественным, таким как Жардин, Эфиопия и Фария. Спасибо, Денис. А вам, дорогие друзья. Я желаю прямо сейчас отвлечься на чашечку кофе, заварив её наиболее понравившимся вам способом. Сама эта экономическая и социальная система использовала население как некую рабскую рабочую силу, как некий ресурс. Но нужно было его контролировать. И, например, была прописка, когда люди не имели возможности поехать куда угодно и заняться чем угодно. В чистом виде аналогом крепостных крестьян были колхозные крестьяне, которые до самого начала 70-х паспортов не имели. То есть они были как бы прикреплены к земле. Но штампа прописки у нас до сих пор есть. И это как бы наследие ситуации, когда все вот эти социальные блага, которые за счёт общественных фондов потребления распределялись, распределялись в связи с твоей приписанностью к определённому месту. В Советском Союзе государство – это хозяин всего. Потому что люди не являются хозяевами, а вот государство является. Вы разделяете убеждения, Данилович, что действительно это был некий золотой век? Ну, в каком-то смысле. Я думаю, да. Везде есть плюсы и минусы. Везде, да. Можно найти плюсы и минусы. И тогда были плюсы и минусы. И сейчас я сторонник золотой середины. Ну, хотел ли бы туда вернуться? Вернуться в прошлое. Ну, в детство это вообще замечательно. С удовольствием. В детство. Вернуться в детство, поностальгировать. У нас темновато, наверное. У нас просто зелени много, и это даёт свои минусы. Это морская свинка, настоящая? Да, ее зовут Есения. Она какая-то лысая? А вы за одним столом помещаетесь, когда обедаете, ужинаете? Мы пьём чай в основном все вместе. Остальные настолько в разном режиме живут, что пока ещё не все помещаются. Очень слабо совпадают графики. Они условные жаворонки. Встают в шесть, везут ребёнка в школу, ложатся в девять. А я раньше девяти вообще редко домой возвращаюсь. В некоторых квартирах была такая система, что у каждой семьи был свой стульчак, который тут же висел на стене в туалете. Была и другая система, когда стульчак был один, и каждый входящий клал туда обрывки газеты. Если большая квартира, там есть и общественное мнение, и соседские группировки, которые друг с другом… То есть на лагеря коммуналка даже разбивались? Вот крайним проявлением близости к вазисемейной оказывается, что вы разрешаете пользоваться вашими тазами и шейками, которые в ванной, а другим каким-то соседям не разрешаете. Был золотой век в истории СССР, потому что многие молодые люди, с которыми мы говорили, считают, что золотой век был в эпоху Брежнева, скажем так, позднего. То есть когда уже стали жить позажиточнее, когда уже у людей машины кое-у кого стали появляться, отдельные квартиры кооперативные, сервизы, ювелирные украшения, а буржуазиваться стали немножко, да? А вот для вас когда был золотой век? Был ли золотой век в истории СССР? Коммунисты вообще сейчас спорят все на эту тему, потому что, например, нету даже какого-то такого, что все коммунисты считают, что так. Консенсусу нет этого вопроса. Я лично считаю, что это все-таки начало, то есть это после революции, когда все устаканилось в 20-е годы. Да христо ради тогда концлагеря, соловки, а этих самых, а чуждые, а бывшие, ну что вы, а комиссары. Нет, это понятно. Мы делаем скидку на, в принципе, экономическое положение, на ситуацию, которая была тогда. Я немножко о другом. Я о зачатках социализма, которые тогда вот начинали прорастать. То есть было много действительно идей о том, как это реализовать. Но, к сожалению, тогда экономическое положение не позволяло. И пришлось дальше в НЭП уйти, и во все вот это вот не самое приятное. Но именно вот сама идеология такого социализма, к которому мы должны прийти, она во многом тогда вот формировалась. Капитализм – это современная система рабства. У вас обвиняют в том, что вы коммерческий коммунист. И КБРФ очень по этому поводу беспокоится. Зюганов назвал вас гей-сектой, которая за деньги администрации… Потом отруливал это дело. Погрубее, да. Сурайкина, извините за выражение, это пи***сты, отправили замруководителей Думы в Ульяновск, эту сокровищницу нашу общую. В 19-м году вы были более удачными. Вы заработали 13,5. В 18-м менее удачные – 7,5. А вот в 17-м году, когда баллотировался на должность президента России, вы заработали 26 с лишним миллионов рублей. Коммунист может так зарабатывать? А у большевиков всё было нормально и с деньгами, и с оружием, и с взятием власти. Соответственно, я считаю, что как раз коммунист, потому что коммунист может работать с утра до ночи, коммунист не жалеется людям отдавать. Как раз коммунисты и умеют зарабатывать в капитализме настоящем. Наша страна за тысячи лет впервые в историю советской власти стала самой умной, самой индустриальной, самой космической. Есть такой официальный комсомол, мы часто их видим вместе с Зюгановым и с этой атрибутикой. Там красные галстуки, пионеры, красные гвоздики, мавзолей. Вот это всё. 7 ноября – ритуал такой. Вы туда ходите, не ходите? Это ритуальщина в чистом виде. То есть, когда люди берут эстетику, берут что-то такое и при всём этом воспроизводят это детально и думают, что это приведёт к таким же результатам. То есть, грубо говоря, если мы нарядимся в одежду большевиков, завтра не наступит революция, это не так работает. И когда мы заинтересовались левым движением, в первую очередь ты идёшь в комсомол или в КПРФ и смотришь, что там происходит. Ты приходишь и видишь вот эту ритуальщину. Ты понимаешь, что это не то, что тебе нужно. Это не даёт ответы на вопросы. Давайте мы с вами вместе посмотрим что-нибудь из ваших роликов. Всем привет! С вами канал «Союз марксистов». Хватит ломать комедию! Кто платил вам деньги? На всё воля Божия! Наши друзья в роли разных исторических персонажей. Все коммунисты. Изначально я сижу, смотрю в архивах какую-то информацию по тому, как люди писали дневники-мемуары в тот период, что они говорили, их реальные речи. И потом мы всё это засовываем в сценарий, где Федя в роли детектива расследует, кто убил СССР. Как они могли развалиться на втором съезде? Ленин проиграл. Где же был Сталин? Что делал Троцкий? Знакомый с вами занимался большим родителем. Мне говорят, что, смотри, машина Майбаха. Есть машина Майбаха. Чекоммунист на Майбахе-то нормик? Не нормик, потому что ролл-с-ройс надо. У Ленина же ролл-с-ройс будет. Поэтому я отстаю. У меня вот на Майбах еле-еле на скрепоту влезет. А вот на ролл-с-ройс. Считается, что транспорт в Советском Союзе был дешёвым. Ну вот, возьмём такси. Такси в 83-м году, когда я уже учился в университете, стоило 20 копеек за километр. Я еду на Финский залив. Шиковать так шиковать. 35 километров. В пересчёте на современные деньги, знаете, сколько это? Это 2500 рублей. Будьте готовы! Всегда готовы! Сейчас всё больше и больше. Я смотрю, вот этих советских технологий используются. Юная армия. В школе какие-то завучи по воспитательной работе какие-то вводятся. Если был бы я директор, я бы время не терял. И дорогу всем к заплате по окладу выдавал. Что сейчас происходит? Почему сейчас на государственном уровне то, что это цифкодрочерство, стало таким популярным? Мне не нравится это слово, надо сказать. Во-первых, оно плохо звучит. Во-вторых, оно уничижительное. Но мы можем увидеть в этом и в этой государственной политике отчаянную попытку в очередной раз найти какой-то эквивалент государственной идеологии, опереться на что-то, что ближе лежало. Вот поскольку даже реклама и даже дизайн используют элементы советского. Здравствуйте, дорогие друзья! Оно же тут вот это те ниточки, за которые удобно потянуть, а не на поверхности. И добавляем московский провансаль. Тот самый вкус. Ностальгия – это все-таки родина души, я бы сказал. И тот культурный пласт, который существовал в Советском Союзе, он, конечно, в генах у всех. А вот сейчас есть некое увлечение, в том числе и красной темой, ну, коммунистической, розовой, социал-демократической, социальной справедливостью и всем остальным. Коррелирует ли это с увлечением советской, в том числе и эстетикой, с красными знаменами, с соцсоревнованием, с как бы равноправием, с равным доступом ко всяким общественным благам и так далее? Самый большой парадокс – вот зарубежные зрители, вот они ближе к тому, что вы сказали. В смысле, к чему? К коммунистическим идеалам? Да, к коммунистическим идеалам. То есть от которых они забежали? Да, да, да. Это просто парадокс. У нас на канале бывают не только деятели культуры, но бывают и диссиденты прошлого и так далее. То вот из-за границы очень много звонков, которые просто наезжают на них и так далее. То есть, что вы родину не любите? А диссиденты здесь остались и все пережили? А там в Юнхене или в Тель-Авиве им предъявляют претензии, что вы типа родину вашу не любите, а родина вам много дала. Да, обычно герои говорят нам, вы приезжайте сюда, возвращайтесь. Я несколько сюжетов смотрю, они более рекламный характер носят, тебе как все хорошо. А сейчас смотришь, ужас какой. Пустые, страшные автобусы, жуткие тикарусы, люди в этих шапках ходят, в жутких, одинаковых, среди какого-то неубранного снега, чудовищные прилавки совершенно. Ты знаешь, вот честно говоря, я в своей практике постановок не использовал никогда абсолютно. Все равно, вот как бы ты ни старался, реальность советского производства, она в кадр вылезала. Вот там все равно стены перед съемкой не покрасишь. Вот как бы там был пол заляпан маслом, он так и был пол заляпан маслом. Здесь, смотря в эти все умильные паблики, мы, в общем, должны понимать, что имеем дело с двойной цензурой. Ну, во-первых, в Советском Союзе цензура, как мы знаем, была. И государство разрешало показывать о себе только то, что оно либо само о себе сняло, либо то, что оно само о себе хочет увидеть. Поэтому вы здесь не увидите ни инвалидов, ни больных детей. Ну, вот, например, умильная картинка, красивое фото, 50-е годы, муж забирает жену с ребенком из роддома. Что в самом роддоме в этот момент происходит? Мы не увидим никогда. То есть это цензура номер один. И вторая цензура уже происходит сейчас, когда из всего массива вот этих картинок мы отбираем только то, что приятно нашему глазу, что ярко, что симпатично, где люди улыбаются. Поэтому к Советскому Союзу все это не имеет ровным счетом никакого отношения. Это такой идеальный Советский Союз, которого не было никогда. Здесь занимаются медики-профессионалы. Они осваивают новейшие методы лечения, знакомятся с последними достижениями медицины. Что представляет собой вообще медицина, гинекология, репродуктивная стратегия СССР в то время? Вот я могу коротко объяснить, как выглядел аборт. Когда я села в очередь, передо мной было человек 20 женщин. То было слышно, как они уже вошедшие туда, как они орут. Тогда не было таких реаниматологов и наркологов, как сейчас. Просто баба заходила, ложилась, раздвигала ноги, что-то ей кололи, а дальше она была привязана. Привязывали? Ремнями, руки, ноги. А как? Это же была местная анестезия. И когда очередь дошла до меня, умной студентки философского факультета, я сказала, нет-нет, а уж когда ты начинал рожать, это было что-то совершенно невероятное, потому что ты был виноват перед всеми за то, что у тебя схватки, когда они хотят пить чай. У всего моего поколения плохие зубы, потому что страшнее стоматолога не было никого. Всё, что молодое поколение делает сегодня с обезболиванием, пломбы делают с обезболиванием. Пусть они однажды попробуют, чтобы им удалили нерв без обезболивания, и они поймут, какой был вкусный пломбир. В Ленинграде было очень много нищих людей в 80-е годы, в том числе и переживших блокаду. Можно было вообще это как-то показать? Гигантские коммуналки по 40 комнат. Коммуналки начинались тогда, когда у них начинались какие-то жуткие протечки, сантехники, и когда появилась, кстати, телепрограмма «Телекурьер». Вот как раз такой стык советского и начала перестроечного телевидения. Вот тогда было, конечно, колоссальное количество звонков в «Телекурьер». Да и нам в редакцию тоже постоянно приходили письма, и телефон разрывался. Ребята, у нас труба потекла, у нас тут течёт ещё что-то. Да, приезжали, конечно, в жуткие коммуналки, это дело показывали. Совкодрочеры должны вообще пройти нити курс. Можно было бы... Я с удовольствием преподавала бы совкодрочерам курсы такие о том, как жилось в Советском Союзе. Надо, чтобы Советский Союз был полный. Они должны отказаться от всего, как в фильме «Дау». Они должны быть заперты, носить нижнее бельё соответствующее. Их должны круглосуточно просматривать и прослушивать, и всё им запрещать. Ну вот я привёз тебя в самое сталинское место Москвы, наверное. Это Северный речной вокзал. Его только год назад сделали. Он вообще в руинах стоял. Это такой шедевр сталинской архитектуры в его максимальном изводе. Посмотри на год, когда его закончили. В 1937-й. В 1937-й. Я поэтому тебя хотел спросить, а вот твоя ностальгия по СССР, она как со Сталином вообще монтируется? Ну, лично у меня мнение неоднозначное. Как это неоднозначное? Для меня всё вполне однозначное. Нет. С одной стороны, действительно, с политической, скажем, точки зрения, всё очень прискорбно. Ну, у меня смешанные отношения к Сталину. Я не буду его поддерживать до конца. В конце 90-х годов замысливается достроить недостроенную сталинскую высотку. Потому что их семь, а якобы должно было быть восемь. Тогда уже начинается частично тоска по советской эстетике, по великой эпохе, по большому стилю. И вот появляется этот триумф в Палас, не помню, в 2003-м, или в 2004-м году. Появление идеи восстановить на Лубянке памятник Дзержинскому москвичей как-то очень изумило тогда, как такой тоталитарный гром среди либерального неба. А идея построить восьмую высотку совершенно никого не изумляла. Потому что всем было понятно, что это такой чистый рынок. За этим нет совершенно никакой идеологии. Было место, вот этот район Октябрьского поля и Сокола, который очень четко в Москве маркирован как такое место овеянное. Советский элит. И где живет советская элита? Писатели? Это уже то, что говорит о нем как о вещи, которые сделаны не для города. То есть не со сталинскими вот этими амбициями построить в центре города дворец Советов, а это какая-то совсем такая локальная вещь где-то в стороне, где-то на Атшибе, который на город особенно не работает. У него есть очень смешные ракурсы, особенно с ходынки. Он такой задохлик. Худенький, маленький, тоненький. Как бы Сталин есть, а размаха нет. То есть это такой сталинизм, как он бы хотел себя видеть в девушке без адресов, в кубанских казахах. Такой роскошный, изобильный для всех, как панно в метро. Конечно, метро это очень хорошее. Например, потому что советские люди, о них вообще никак государство не заботилось в сталинское время. Для них не строили хороших домов. То есть узкий-узкий сегмент верных слуг народа получал квартиры в новых домах. А вот метро это было как бы так, да, народу. Вот дворцы под землей, но зато это действительно дворцы, каких-то нигде в мире нет. И все продолжают удивляться московскому метро. Зачем оно такое роскошное? В создании московского и других метрополитенов участвовали выдающиеся советские архитекторы, крупнейшие скульпторы, художники. Сталинский ампир – это очень величественно. Это действительно вызывает какие-то чувства гордости в сердце человека, я не знаю. Пробуждает патриотизм, который умер у многих москвичей. Вот это майолика на улице. Минус 40 в Москве. Минус 40, ты понимаешь, да? Это же вам не Милан. То есть как будто бы это все против того, чтобы это было здесь. Это вообще, то есть, а я вот, при мне будет здесь тепло. Эта идея на самом деле очень социалистическая, то, что ее даже чучхисты в своей идеологии воспроизводят, человек – хозяин мира. И сверхидея антропоцентричная, что мы можем преобразовать мир, мы можем преобразовать природу под себя. И это действительно триумф. То есть он будет поднимать возвышенные чувства у человека. Мне, честно говоря, знаешь, чего здесь не хватает? Небольшой интерактивной экспозиции, а что еще было в 1937 году? Станислав Ультман решил меньше года назад хайпануться на советской тематике, на Сталине и Берии. Открыл шаурмячную под названием «Сталинс Донерр», а его разгромили. То есть не получилось проехать на спине Рябова. Моя мотивация открыть эту шаурму просто потому, что я восхищаюсь им как личностью в отрыве от исторического контекста. Это таких людей, как он, на самом деле, в истории. Кто бы что ни говорил, мало. Там были НКВДшники, которые, по-моему, там закручивали шаурму. В форме НКВД, да. Неудачно была не идея, неудачны были какие-то тактические шаги. У меня был расчет на то, что вот у меня будет вот эта вывеска, будет вот этот шаурмист, упаковка брендированная. Будут просто приходить люди. Окей, красиво, смотрите, круто. Выложил в Инстаграм, поделил. Я вот на такой хайп рассчитывал. По итогу, как я потом узнал, на моего арендодателя оказывалось колоссальное давление на уровне какого-то генерала, который там какой-то начальник прям по целому району. И он ему буквально говорил следующее, плюс-минус. Ты или уберешь эту вывеску, ну или тот бизнес, который у тебя есть на этой территории, ну с ним может что-то случиться. Больно смотреть, просто по сердцу режет до сих пор. Просто я стараюсь не заходить в шурмяч. Ну честно, у тебя, как ты понял, наше общество скорее тоскует по Советскому Союзу? Сейчас тоскует. Однозначно тоскует, потому что есть очень большой запрос на социальную справедливость. Этот запрос, он с каждым годом все больше и больше. Нарастает и нарастает. Михаил, как я понимаю, есть много брендов, которые вдохновлялись советскими воспоминаниями, теплыми. Вот само слово «запорожец» это же не запорожский казак, это машина запорожец. Правильно, Горбатый? Ну это такая некая совокупность, с которой у меня какие-то воспоминания остались из детства. Новая модель значительно отличается от старой. Впрочем, посмотрите сами. Не правда ли? Красивая машина. Современная, элегантная. Моя мама у подруги был такой желтый-оранжевый запорожный, с коричневым, дермантидовым салоном. Я в детстве, 5-6 лет, я в нем ездил с ними, зимой спал, когда они куда-то ходили. Ошибаюсь я или нет, что действительно молодому поколению как бы вот хочется этого как бы советского тепла и уюта. Правильно? Кто-то может быть из-за ностальгии, но я думаю, что это меньше. Просто люди видят хорошее сочетание цветов, мягкие, какие-то плавные. Они это как бы одевают, не знаю, там, с джинсами и понимают, что это, допустим, неплохо выглядит. Все-таки это была великая дизайнерская страна? Она была, наверное, великая с точки зрения дизайна, но не великая с точки зрения реализации. А вот вы что помните из Советского Союза? Ну я что помню? Радио помню по утрам. Помню телевизор на прокат, что мы с мамой брали. Но не было дома телевизора, брали телевизор на прокат, электрокамин такой помню. Ну, конечно, в принципе, таких много воспоминаний. Тогда, допустим, достать эту Сластену, оставить в очереди и купить там 10 батончиков Сластена, принести их домой, и меня дома за это хвалили и говорили, Миша, молодец, ты отстоял, ты там как-то пробился. Откуда эта тяга к советскому бренду, к советскому шрифту, к советским цветам, к советским блюдам, которые, возможно, другие по составу, но называются так же. Вот эти селёдки под шубой, каждый Новый год дискуссии об оливье и каждое лето об окрошке. Это же не было 10 лет назад. Ну, не было. Ну, потому что 10 лет назад ещё была попытка сформировать какую-то новую доктрину, идеологию. Что-то национальная идея. Или национальная идея. Вот. Понял, что гораздо проще опереться на тот культурный пласт, потому что, конечно, культура вот после 60-х, она, конечно, была чумовая. Гораздо проще, уже опираясь на круглую классику, классику прошлого советского периода, что-то продвигать и продавать. Ну вот, заканчивая наше путешествие по советской Москве, по советской ностальгии, это называется «Кремль в Измайлово». Такой новодел, в котором продаются разные артефакты, деревенские, бытовые. Посмотрим, популярна ли советская тема, такая, я бы сказал, поп-советская. А Ленин и горький, что ли? Да. Офигеть. Как тебе? Ну, скажем так, цвета очень вульгарны, и это хулиганство. Хулиганство запретить? Запретить. Перекрасить. Флаг, конечно, выглядит как призрак такой. Смотри, вот здесь от Советского Союза нам осталось. Скафандр. Ленин обязательно. Да. Модели, получается, бомбардировщика, это Тул какой-то там, Гагарин, часы. То есть Гагарин, Ленин, часы. Сейчас пишут, что о войске стали популярны советские. О войске, да. Потому что в Советском Союзе очень продуманная экологическая политика была и там не было этой тонны пластика, которая потом не перерабатывалась. И у современных хипстеров естественно тот же запрос. Я продолжаю смотреть паблики так называемых совкотрочеров. И чрезвычайно в них популярны песни в исполнении Аллы Борисовны Пугачевой. Вот одна из этих тем. Сейчас нам кажется, что это про каких-то соседей, которые сверху там заливают или стучат. На самом деле совершенно не так. Тогда все воспринималось по-другому. Когда Пугачева пела эту песню в концертном зале, зал вставал и начинал подпевать, потому что «Эй, вы там, наверху!» относилась, конечно же, никаким соседям. Это партия, правительство, комсомолы и другие прочие власти. И когда зал подпевал, это, в общем, был такой мощный советский бунт, потому что все остахренело. «Эй, бессеринский бунт, executed 11». 풀 có «Он ой уже сейчас». Ну, вы же понимаете, что это такая любовь молодёжи к прошлому. Но я думаю, это выражается тем, что им что-то не нравится в сегодняшнем дне. Ну что современный мир, он довольно такой опасный, рискованный, тот представляется каким-то ужасно заботливым и мягким. Да? Ну на самом деле, сравните с сегодняшним деньом. И я беру конец 70-х, 80-х, то там было поспокойнее. И все были уверены в завтрашнем дне, что сегодня нечего, если завтра тоже не будет ничем. СССР – это эпоха преобразований, это время побед, это космос, это вот такие именно достижения, когда люди живут идеей. Люди в этот период искренне верят, что вы к 80-му году будете в коммунизме. У вас советский союзный цветной, а у нас он был почему-то серый. Потому что наша реальность настолько пестрая, настолько яркая, вычужденная в плане рекламы, в которой завешено все, афиш каких-то транспарантов, наоборот, не транспарантов, а баннеров, которые лезут тебе в лицо, что хочется чего-то стабильного, ровного и серого. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...